приветствую всех на моем канале меня зовут наталья и сегодня уже знакомая моим подписчикам игрушка но в немного другом исполнении вот если вы видите здесь я добавила больше стразовых цепочек и новая стразовая цепочка красная жемчугом также украшена кисточка посмотрите как все красиво и это последние игрушки с такими бантами такой ленты больше у меня нету ну что ж если вам интересно оставайтесь со мной и вам я открою два маленьких секретика для сегодняшней работы мне конечно же понадобится сам шар уже обтянуты и я подклеила рамочку лента который уже знакома моим подписчикам 5 миллиметров вот стразовая цепочка которую я вам говорила жемчугой камни 2 миллиметра золотая стразовая цепочка также 2 миллиметра серединочка кисточка я уже ее обработала и мои полубусины и мне также понадобится бантик как делать бантик сегодня я показывать не буду вот размеры бантика и ссылочку как его делать я конечно же оставлю только в этом бантике я добавила еще две стразовые цепочки по краям небольшой капельки клея закрепила ленту наверху и теперь свожу ее к центру но теперь не обрезаю как это делала раньше а просто вот пропуская ее через верх и свожу ее ко второй стороне и подкалываю также я поступаю со второй стороной когда мы распределили ленты и нас устраивает их положение берем карандашик и немного из-под низа прорисовываем линии где будем подклеивать ленту и делаем так со всеми лентами можно прорисовать место где будем подклеивать ленту а также если вы это делаете не в первый раз то можно заколоть иголочками край ленты вот вы видите не саму ленту а именно край ленты и вы будете знать что примерно на расстоянии 2 миллиметра от иголочек надо наносить клей на нашу тоненькую полосочку клея и подклеиваю у нас сегодня дождик вы слышите на улице ужасный гром такую погоду еще больше хочется творить красоту и дарить ее вам и конечно же себе вот я наношу на расстоянии 2 миллиметра и подклеиваю сравниваю ленту с иголочками и так подклеиваю все ленты ну вот еще раз вам покажу вот вы видите от центра я заколола край ленты и теперь я могу ленточку отодвинуть и подклеивать наношу клей на расстоянии два миллиметра от иголочек и сравниваю ленточку с иголочками вот сегодня я вам рассказала еще два маленьких секретиках как можно упростить работу и продолжаем подклеивать все ли он по месту где мы склеивали две половиночки я подклеила полу бусины и теперь подклеиваем остальные обрабатываем остальные ленты всегда начинаем обрабатывать снизу мы подкладываем полу бусины и обрезаем лишнее вы видите чтобы было аккуратненько такой же маленький квадратик чтобы получился всегда сначала примеряем и только потом подклеиваем наносим аккуратненько клей подклеиваем бывает так что со второй стороны ничего не надо обрезать но обязательно вот здесь не надо будет обрезать видите но обязательно всегда примеряйте прежде чем приклеить и обрабатываем все ленты когда я подклеила все полу бусины начинаю подклеивать с разовую цепочку устанавливаю ее удобно для меня придерживаю пальчиком наношу капельку клея небольшую и пинцетом укладываю ее прижимаю пальчиком первые 2 2 звена зафиксировались и теперь аккуратненько наношу клей тоненькую полосочку извините и натягиваю с разовую цепочку таким образом она ложишь ложится очень ровненько и посередине вот где я подклеивала золотую ленту я подклею вот эту новую стразовую цепочку очень красиво она смотрится также наношу клей и подклеиваю первые несколько звеньев и теперь также аккуратненько наношу клей как бы чуть-чуть сверху прямо по полу бусинам вот у меня гуляет пистолет и под натяжением подклеиваю цепочку когда она мне пришла я сразу поняла что она сюда идеально подходит шар смотрится более богато более так скажем по-королевски и среднюю линию вот где у нас были склеены две половиночки я вот так даже не прерывая все подклеиваю и продолжаю подклеивать все стороны с разовой цепочкой золотой с разовую цепочку в рамочке я подклеиваю универсальным клеем и хочу сказать что чем тоньше сразу я цепочка тем сложнее с ней работать если вы только начинаете то лучше заказывать цепочку как минимум 3 миллиметра и даю подсохнуть моя цепочка подсыхает и я подклеила задний бантик задний бантик я подклею вот на вот эту выемку и обязательно подклеиваем все вот бантики вот края бантиков чтобы они все закрыли также проверяем все изнутри и нам остается приклеить верхний бантик кисточку и серединочку также я буду приклеивать универсальным клеем обязательно проверяем чтобы бантики были склеены внутри вот видите у меня не подклеилась я раздвигаю бантики наношу клей и склеиваю внутренние бантики затем бантики можно распушить и они будут пышно стоять и ничего не будет видно а за счет того что у нас игрушка вот украшен бантик по кругу то где бы ваша игрушка не висела она будет хорошо смотреться и сверху и снизу видите все красиво даю клею закрепиться и расправляю бантик и подклеиваю серединочку а также кисточку и вернусь к вам бантик серединочка и кисточка приклеены и мои игрушки готовы каждом своем видео я стараюсь вам показать что-то новое и какие-то новые приемы работы ну чтож а на сегодня все надеюсь вам и видео понравилось и было полезно вы узнали что-то новое если это так не забывайте ставить пальчик вверх мне будет очень приятно до новых встреч на канале пока пока